Рыболовная насадка для ловли всей речной и озерной рыбы. Карась, лещ, да возможно даже и сазан ее очень будет обожать. Приготовить ее очень легко и даже самый начинающий рыбак легко и просто дома ее без труда приготовит. Рассказал мне рецепт этой рыболовной насадки один опытнейший рыбак, который более 20 лет уже ловит на нее всю речную и озерную рыбу. Как ее приготовить в домашних условиях? Да легко и просто, надо купить всего лишь одну травку, которую добавить в обычное тесто. Ну а что это за трава? Смотрите, показываю рецепт. Прованские травы, друзья. Давайте вам зачитаю, что они содержат. Состав розмарин, чабер, базилик, майоран, орегано, тимьян, зелень серделея, зелень петрушки, мята перечная. Как утверждает опытный рыбак, что эти травы отлично манят рыбу. Рыба их обожает, приходит на точку. Можно использовать как в прикормку, так же можно использовать и для насадки. Что я и сделал. Я насыпал грамм 10 этих трав, залил кипятком, запарил на минут 10 и замешал на нем тесто. Взял обычную муку, добавил вот этой вот чая, так можно сказать называемого. Получилось тесто. Аромат идет. Он мне говорил, что можно добавлять этот аромат и в прикормку, можно добавлять в насадку. Кто-то любит делать болтушку, замешайте на нем болтушку манную. Кто-то любит делать тесто. Кто-то делает перловку, кстати, можно тоже отлично перловку запарить на вот этих вот травах. Если рыбачить собираетесь на фидер, то лучше всего сделать перловку запаренную с этими прованскими травами. Ну а для поплавочной ловли, конечно же, лучше подойдет тесто. Вот такой вот интересный рецепт рассказал мне один опытнейший рыбак. Ну а с вами был канал Рыболовные приключения. Подпишись, завтра выйдет новое интересное видео. До скорых встреч. Пока-пока. Пока.